Манчкин Сериалы выгодно отличаются от фильмов тем, что их продолжения обычно запланированы заранее. На вторые и последующие сезоны успешных шоу обычно выделяется больше денег и ресурсов, а значит, их стоит ждать не меньше, чем новинки. Этот ТОП посвящен новым сезонам старых сериалов, которые мы собираемся посмотреть в 2017-м. Но начнем мы с сериала, который не попал в ТОП-5. 1 января стартовал новый сезон Шерлока. Первая серия уже успела собрать огромный шквал фанатского негодования, вторая немного исправила ситуацию и теперь мы ждем третью. Спойлеров не будет, чтобы не портить вам удовольствие. Обзор сезона обязательно появится на нашем канале, заходите почаще. А пока переходим к основной пятерке самых ожидаемых сериалов. Никто не ожидал, что короткий сериал от Netflix обгонит по популярности продолжение секретных материалов и другие именитые франшизы. Потрясающая игра детей, атмосфера 80-х и отличный саундтрек. Каждый кадр играет на вашей ностальгии. Если вы любите фильмы Спилберга и перематывали кассеты карандашом, очень странные дела непременно вызовут у вас умиление. История девочки по имени Одиннадцатая еще не закончена, поэтому летом мы вернемся в американскую глубинку и еще раз сыграем в партию Dungeons & Dragons. Победители Дема Гаргона ждут новые подвиги. Третий сезон Фарго вернет нас из семидесятых в суету. И вновь обещает шикарный актерский состав. В первом сезоне блистал Билли Боб Торнтон, во втором Кристен Данст, третий обещает нам Юэна Макгрегора. Причем талантливый шотландец сыграет сразу двух разных персонажей, братьев-близнецов. Как будет новая история связана с фильмом и прежними сезонами, не так уж и важно. Главное, чтобы шоу не покидал дух легкого безумия и карикатурная жестокость. Диалоги оставались такими стильными, а повороты в конце серии столь же неожиданными и хулиганскими. Великий Дэвид Линч начал снимать этот мистический детектив еще в 80-е. Да так толком и не закончил. История агента ФБР Купера, который расследует странное убийство в городке Твин Пикс, длилась два сезона, была полна невероятных событий и оборвалась на самом интересном месте. Спустя четверть века Линч возрождает сериал. Никаких перезапусков и ремейков. Нас ждет полноценное продолжение с теми актерами из оригинала, кто еще в строю. Третий сезон выйдет в первой половине года, так что если вы еще не в курсе, кто убил Лору Палмер, то самое время посмотреть старый Твин Пикс и подготовиться к новому. Отличная периферия. Вы нравитесь незнакомцам, это плюс. Ближний круг на уровне. Хорошо. Спасибо. Черное зеркало — редкий, чуть ли не единственный пример социальной фантастики на телевидении. Так и хочется описать мир сериала фразой «недалекое будущее». Но не только потому, что технологически он близок к нашему. Человеческие пороки, невежество и глупость не отстают от прогресса. С каждым новым гаджетом мы добавляем себе новых проблем. К третьему сезону сериал значительно расширил спектр сюжетов. В новом году мы наверняка увидим новые детективы, триллеры и мелодрамы в фантастическом антураже. Формат «Одна серия, одна история» позволит привлекать к съемкам даже самых востребованных актеров с полным съемочным графиком. За нашу королеву. Кто не выпьет, тот проявит неуважение. Герои Семи Королевств наконец-то сходятся вместе. И мы вот-вот узнаем, чем же кончится борьба за железный трон. Сериал вырвался за пределы книжного цикла и, по иронии судьбы, спойлерит сюжет еще не вышедших бестселлеров Джорджа Мартина. За полгода мы соскучились по улыбке Тириона и невозмутимым бровям Драконии Матери. И просто по-хорошему фэнтези с интересным сюжетом. Игра Престолов — это флагман HBO, поэтому деньги на спецэффекты и массовые сцены, которых так не хватало в начале сериала, обязательно найдутся. К режиссуре вернулся Алан Тейлор, подаривший нам битву при Черноводной и казнь первого Старка. Поэтому за новый сезон можно не беспокоиться. Таковы пять самых ожидаемых продолжений сериалов, которые мы рекомендуем вам обязательно посмотреть. И не только их. Подпишитесь на наш канал и посмотрите наши топы новых сериалов, фильмов и мультфильмов. Вы обязательно найдете для себя что-нибудь интересное. Netflix обгонит по популярности продолжение секретных материалов и другие именитые франшизы. Потрясающая игра детей, атмосфера 80-х и отличный саундтрек. Каждый кадр играет на вашей ностальгии. Если вы любите фильмы Спилберга и перематывали кассеты карандашом, очень странные дела непременно вызовут у вас умиление. История девочки по имени Одиннадцатая еще не закончена. Поэтому летом мы вернемся в американскую глубинку и еще раз сыграем в партию Dungeons & Dragons. Победители Дема Гаргона ждут новые подвиги. Дерьмовый ты коп, ты это знаешь? На меня повышают, так что... Третий сезон... Спонсор показа Манчкин. Настольная игра, в которой высмеиваются самые бородатые фэнтези-стереотипы. Напеливайте шмот и отправляйтесь в подземелье вместе с друзьями за славой и сокровищами. И никаких вам системных требований. Выбирайте Манчкин по вкусу на сайте hobbygames.ru Сериалы выгодно отличаются от фильмов тем, что их продолжения обычно запланированы заранее. На вторые и последующие сезоны успешных шоу обычно выделяется больше денег и ресурсов. А значит, их стоит ждать не меньше, чем новинки. Этот топ посвящен новым сезонам старых сериалов, которые мы собираемся посмотреть в 2017-м. Но начнем мы с сериала, который не попал в топ-5. Первого января стартовал новый сезон Шерлока. Первая серия уже успела собрать огромный шквал фанатского негодования, вторая немного исправила ситуацию и теперь мы ждем третью. Спойлеров не будет, чтобы не портить вам удовольствие. Обзор сезона обязательно появится на нашем канале, заходите почаще. А пока переходим к основной пятерке самых ожидаемых сериалов. Никто не ожидал, что короткий сериал «Отнепарга» вернет нас из 70-х в суетливые настоящие и вновь обещает шикарный актерский состав. В первом сезоне блистал Билли Боб Торнтон, во втором Кристен Данст, третий обещает нам Юэна Макгрегора. Причем талантливый шотландец сыграет сразу двух разных персонажей, братьев-близнецов. Как будет новая история связана с фильмом и прежними сезонами, не так уж и важно. Главное, чтобы шоу не покидал дух легкого безумия и карикатурная жестокость, диалоги оставались такими стильными, а повороты в конце серии столь же неожиданными и хулиганскими. Великий Дэвид Линч начал снимать этот мистический детектив еще в 80-е. Да так толком и не закончил. История агента ФБР Купера, который расследует странное убийство в городке Твин Пикс, длилась два сезона, была полна невероятных событий и оборвалась на самом интересном месте. Спустя четверть века Линч возрождает сериал. Никаких перезапусков и ремейков. Нас ждет полноценное продолжение с теми актерами из оригинала, кто еще в строю. Третий сезон выйдет в первой половине года, так что если вы еще не в курсе, кто убил Лору Палмер, то самое время посмотреть старый Твин Пикс и подготовиться к новому. Отличная периферия. Вы нравитесь незнакомцам, это плюс. Ближний круг на уровне. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Черное зеркало – редкий, чуть ли не единственный пример социальной фантастики на телевидении. Так и хочется описать мир сериала фразой «недалекое будущее». Но…